В марте 2006 года состоялась премьера спектакля о бренности. Так началась история православного творческого объединения «Мир», одной из культурных и просветительских площадок города Сарова. Спектакли, концерты, выставки, творческие вечера – все это совместно создают Роман Сванидзе и Ирина Семенчук, герои нашего нового выпуска передачи «Лица Сарова». Чтобы люди с нашего спектакля выходили чуточку лучше, с такой целью живет и работает православное творческое объединение «Мир». За свою 15-летнюю историю объединение вышло за рамки театра. Площадка «Мира» всегда открыта для новых идей и интересных форматов. Здесь собирается публика разного возраста, разных убеждений и мировоззрений, потому что слово «православное» – это не про строгость, непримиримость и безликость, а про доброе и светлое слово, которое несет творческое объединение для всех неравнодушных людей. Мы изначально ставили себе задачу работать для всех, не только для выцерковленных людей, выцерковленной публики, но и для всех, кто готов к нам прийти. Мы специально, сознательно, хотя некоторые нас отговаривали, включили в свое название слово «православное», чтобы люди понимали, куда они идут. Что здесь люди с определенным мировоззрением будут говорить о вещах, которые их волнуют. Но опять же мы говорили о том, что в нашей работе не будет прямой проповеди. Мы делимся своими размышлениями как люди, а не проповедуем напрямую. Опять же, это сфера деятельности церкви, не наша. Мы через какие-то другие механизмы работаем. И к нам много приходит людей невоцерковленных, и даже бывают случаи, когда приходят люди напряженно относящиеся к церкви. И часто они вполне доброжелательно воспринимают наше творчество. Уж не знаем, как оно скажется, не скажется. А все началось с проекта православного театра, который Роман Сванидзе и Ирина Семенчук представили на конференции, посвященной использованию и организации помещений Саровского монастырского комплекса. Многим такая идея понравилась, и это придало мировцам сил. В самостоятельное плавание творческое объединение отправилось с первым спектаклем о бренности. По рассказам Антона Павловича Чехова. Тогда в постановке были задействованы актеры драматического театра. В Саров приехала команда такая, состоящая из журналистов, журнала Фома, профессуры МГИМО. И вместе с ними был владыка Георгий, еще недавно тогда назначенный, еще тогда просто епископ. И так нам повезло, так благодаря людям, которые нам помогали, случилось так, что к нам на спектакль пришла вот эта вся команда, которая была впечатлена нашим спектаклем. И владыка в том числе. Он вышел, стукнул пост и сказал православному театру быть. Благословил нас занять помещение, которое когда-то было малой сценой театра. То есть мы практически никуда не уехали. Театр переехал, а православное творческое объединение мира осталось, потому что большинство наших спектаклей как раз проходило на малой сцене, вот кукольные спектакли. Так что мы продолжили там. Ну а потом уже, когда возродился монастырь, и уже наше там пребывание было не очень уместно, появилось это здание. И нам благословили это здание тоже частично занять. Вот мы построили сами сцену, завительный зал. Благодаря участию в грантах прибыли какое-то оборудование. Так Роман Сванидзе стал председателем правления в творческом объединении, а Ирина Семенчук заняла место режиссера-постановщика. Хотя и отразделение условно. Члены объединения все делают вместе. Это большая работа каждого. Мир в прямом смысле слова – общественная организация, потому что она существует без какого-либо финансирования со стороны. Деятельность мира осуществляется за счет привлечения грантов, скромной выручки от мероприятий и пожертвований людей. Выигранные гранты позволяют мировцам делать так называемые спектакли-проекты, которые предполагают предварительную работу с актерами и зрителями перед постановкой и после нее. Так создали спектакль «Дом свободы» по письмам царской семьи и заточения в Тобольске, а также постановку «Сестры» про судьбу девеевских монахинь. Например, «Дом свободы» у нас прошел конкурс до спектакля, до выпуска спектакля. Прошел конкурс сочинений. Мы вывесили баннеры тематические по городу. Мы организовали ряд публикаций в городских СМИ. Потом был собственный спектакль. Мы еще ездили с участниками спектакля в Екатеринбург на место гибели царской семьи. И потом возили туда победителей конкурса сочинений. После выпуска спектакля, не считая поездок на фестивали и так далее, мы начали уже сотрудничество со школами, со студентами. И нам писали отзывы, такие даже в виде сочинений от большой группы людей. Они сохранились у нас очень дорогие. Нам выпустили запись этого спектакля. То есть мы как бы публику заранее готовим к теме, погружаем ее в тему, потом выпускаем спектакль, а потом мы получаем некий обратный, обратную связь, ответ. И по такому принципу большинство наших работ выстроено. Если говорить о самых значимых работах наших, это, конечно, Дом Свободы и спектакль «Сестры». Это был вообще международный проект с Казахстаном. Спектакль посвящен судьбам деревьевских монахинь, которые отбывали в советское время сроки в Казахстане, конкретно в Карлаге. И там была проведена удивительная работа, которую мы не чаялись, что мы с ней справимся. Мы даже где-то в середине пути собирались бросить этот проект, потому что уже опускались руки. И только с Божьей помощью все-таки у нас это чудо случилось. Потому что мы, назовем это, исторические изыскания провели. То есть мы собрали сведения из открытых источников про этих монахинь, вычленили тех, кто точно связан, чьи судьбы связаны с Казахстаном. Их больше сорока таких набралось. Их наверняка, не наверняка, а точно было больше. Просто мы брали только тех, про кого уже точно известно, много документов не сохранилось. Я делаю то, о чем я думаю, что меня волнует. А я человек воцерковленный, как мне думается. И это неотъемлемо. Я не могу ставить то, что интересно кому-то. Я всегда сажаю в зрительный зал себя. Если мне это интересно и мне это нравится. Кто критерии? Я сама. Ты сам свой высший суд, говорил Пушкин, взыскательный художник. Поэтому я, конечно, ставлю... Даже если нет прямого, прямой направленности такой православной, она должна все равно присутствовать и не должна пьеса противоречить моему мировоззрению. Обязательно она присутствует. Я все равно ее проявляю. Но, видите, мы же сюда пришли и открыли это замечательное дело со своими друзьями. Именно для того, чтобы говорить тем языком и то, что мы чувствуем. Зачем же мне в данном месте искать какой-то материал другой? Сложно найти как раз материал этой направленности, такой, чтобы он был интересен всем. Вот поэтому как-то так. Хотя тут у нас появилась такая творческая группа «Образ». Создал в городе ее Алексей Михайлович Каменский. Вот. Ну и затем как-то они перешли сюда, к нам. Он их передал. И мы с ними сделали учебный спектакль. Я, честно говоря, не думала, что эта пьеса дойдет до зрителя. Мы взяли как учебную работу. Это Александр Володин с любимым «Не расставайтесь». И она, конечно, ну, все же вот эта работа выросла, дошла до зрителя. И мне кажется, что мне удалось передать там и вот такую линию. Ирина Семенчук признается, что не может проводить актерские кастинги и отсеивать неподходящих. Творческое объединение «Мир» открыто как для профессиональных актеров, так и для всех желающих и любителей. Но маленький секрет у Ирины, как у режиссера, все-таки есть. У нас нет такой постоянной труппы. Зависит от того, кто необходим в данном спектакле. Честно говоря, я приглядываю людей. Я приглядываю, я смотрю там, где-то в православной гимназии, где-то в приходе, где-то еще. То есть, ну, знаете, вот человеку лицо светится. Как-то оно светится. Когда он говорит, когда он поет. Это, конечно, такой отличительный признак таланта для меня. Когда есть некая лучезарность какая-то, да, идет от человека. Вот, я подхожу, приглашаю. Не все всегда соглашаются. Иногда кто-то приходит наоборот сам и говорит, я хочу. Но как же складывался личный путь создателей творческого объединения? Как они пришли к открытию в Сарове православного театра? Осознанная мечта стать актером появилась у Романа Сванидзе еще в пятом классе. И тогда он пошел на занятия к Александру Бахановичу. А потом прошел почти через все театральные студии города. Будучи школьником, Роман уже принимал участие в спектаклях Саровского драматического театра. Я собирался изначально вернуться в Саров, в наш театр. Поэтому Нижегородское театральное училище, тем более много выпускников у нас работало. И оно славилось и славится качеством своей школы. Вот. И после восьмого класса я решил поступать. И уже все, ну, заканчивал с учебой, не видел дальше смысла. Но выяснилось, что в тот год не было набора на драматического актера. А был набор только на кукольное отделение. И я не стал поступать. После восьмого «Оскрепя сердце» пошел в девятый класс. После девятого я пошел поступать. Ну, подготовился я безобразно, халявно. У меня был очень маленький репертуар и не очень качественно, видимо, подготовленный. На драму меня срезали. И, больше того, часть людей, которые не поступили на драму, рекомендовали для поступления на куклы. На меня даже в список рекомендованных на куклы не включили. Но никакого пути у меня не представлялось другого. И возвращаться в школу в десятый класс, это было для меня не вариант совершенно. Поэтому я практически насильно заставил студента, который имел в руках список рекомендуемых, вписать меня в этот список и стал поступать на кукольное отделение и поступил. А Ирина Семенчук в детстве начинала с Народного театра «Кукол Буратино» в далеком от нас Казахстане. Школьницей она там сыграла много ролей. И уже в пятом классе была инструктором-кукловодом и руководила группой младших ребят. После восьмого класса Ирина поехала поступать в то же Нижегородское театральное училище на направление «Актер театра кукол». Там они и встретились с Романом. Для меня это было счастье, моя стихия. Затем я поработала в некоторых театрах страны, нашей большой, тогда советской. И как-то меня перестала удовлетворять работа актрисы. Хотя я стремилась именно к актерскому ремеслу. Но, к сожалению, актер профессия зависимая и не всегда так получается. Иногда ты бьешься изо всех сил, делаешь все возможное. Но в целом и общем спектакль влияет на зрителя не так, как хочется. И поэтому я стала поступать на режиссуру. Оказывается, актерская работа, она, конечно, тяжелая. Но режиссер – это человек, который отвечает за все. Ну, в первую очередь, это умение брать на себя ответственность за все, за всех. За игру актеров, за свет, за звук, за выбор материала. В Саровском театре супруги Роман и Ирина работали и над драматургическими постановками, и над кукольными спектаклями. И отдав театру 13 лет, они уже решились отправиться в собственное плавание. За рамками творческого объединения «Мир» Роман Сванидзе выступает и как музыкант, автор-исполнитель. Так появилось направление ночной лиги акустических концертов. Все началось с вечернего выступления во дворике за городским музеем, а потом концерты Романа вышли на большую аудиторию, и не только в ночное время суток. В разных локациях города, начиная от набережной и заканчивая маленькой кофейней, звучат его лирический блюз, бардовская музыка, а также уже полюбившиеся многим песни. Что сыграете для зрителей нашего канала, для зрителей нашей передачи? Сложилась такая традиция, что когда я попадаю в прямой эфир, то у меня происходит премьера песни. Вот в поддержании традиции я спою песню, которую я выкладывал уже ВКонтакте, но публично исполняю впервые. Это песня на стихи Ивана Пинжинина, питерского поэта. Называется она «Я смотрю на море». Я смотрю на море, и как будто горя в жизни моей прошлой не было и нет. И слова «все будет» снова на повторе, словно мне не сорок, а семнадцать лет. Волны бьются только в этой битве вечной, одержать победу им не суждено. Не просил у Бога, я судьбы полегче, а просил у Бога быть с ним заодно. Ветер лижет щеки, растирает слезы и сбивает с курса крепких моряков. Роман вместе с Ириной Семенчук пишут сценарий ко всему репертуару творческого объединения. А знаменитый спектакль мира «Рождественский вертеп» они поставили еще на сцене Саровского драматического театра. Башкирский театр «Кукол» заказал роману Сванидзе пьесу «К 75-летию Победы». Так родилось произведение «Живи» – постановка по воспоминаниям детей, которые пережили опыт войны, собранные в книге Светланы Алексеевич «Последние свидетели». Премьера спектакля состоялась весной в Уфе. Можно еще много перечислять того, чем занимается роман помимо музыкальной и театральной деятельности. Озвучивает книги, пишет сценарий к документальным фильмам. У меня как-то периодами все происходит. Я ведь сознательно делал выбор актерского ремесла. Потому что я увлекался многим. Родители меня пытались увлечь программированием. Математика меня интересовала. Мне нравилось заниматься математикой. Сначала просто математикой, потом больше меня привлекала геометрия. Какие-то другие направления, литература и так далее. Но я, как для себя понял, установил свой выбор в детстве, это в школьном возрасте было. Я понимал, что я сильно увлекаюсь чем-нибудь. Но меня этого увлечения хватает на месяц, на два. А потом мне становится скучно. И только от актерского ремесла я не устаю, и мне постоянно остается к нему интерес. Вот. И по жизни у меня так оно происходит. То есть период, когда я пишу что-то. Потом наступает период, когда я практически перестаю писать и сочиняю песни, например. Ну, а театр, он проходит сквозь все это. В небольшой передаче и не уместить всего того, что сделано за 15 лет православным творческим объединением «Мир», а также лично Романом Сванидзе и Ириной Семенчук. А сколько еще предстоит сделать впереди? И есть уверенность в том, что объединение будет жить и развиваться дальше. Потому что каждый мировец, который участвует в мероприятиях объединения, вкладывает в это дело частичку души. И это душевное тепло, искренность и открытость всегда ощущаются зрителями маленького камерного театра. В театре существуют свои условности, ограничения. Мы не могли говорить о многом, о чем хотелось нам говорить на профессиональном уровне. В театре мы могли работать на профессиональном уровне, но не с тем материалом, с которым хотелось. И не в тех условиях иногда. А в церкви, там, допустим, в воскресной школе, мы могли говорить о чем хотим, но не могли делать это на профессиональном уровне. Поэтому вот мы хотели, пустились в такое самостоятельное плавание, создали общественную организацию, православное творческое объединение «Мир». И занимаемся теперь тем, чем нам хочется, тем, к чему лежит у нас душа. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!